Как известно, одной из основных целей программы модернизации общественного сознания является популяризация заслуг деятелей в общественно-политической и социальной жизни. В нашей истории немало личностей, которые, невзирая на тягото перенесенные в годы репрессий, честно трудились на благо народа и при этом оставались неизвестными. Одним из таких исторических деятелей является Салимгирей Каратлеов. Видный государственный деятель, активный член Аллаш-Орды, Салимгирей Каратлеов родился в 1887 году. В Гурьевском уезде Уральской области. С детства тянулся к знаниям. До Октябрьской революции окончил Маринскую сельскохозяйственную школу близ города Саратов. После учился в Саратовском сельскохозяйственном институте. Он был одним из первых агрономов, получивших полное высшее образование в сельскохозяйственной отрасли. Родственники Салимгирей Каратлеова сейчас проживают в селе Тандай. Он сам из рода Алим. В Коршигах Медьяров, Женеба Карасаева являются выходцами из этого рода. Салимгирей Каратлеов обладал и музыкальным талантом. Он сам сочинял и исполнял кьюи. В архивах Оренбурга, Москвы, Алматы хранится много сведений про Салимгирея Каратлеова. Но после его расстрела в 1938 году фотографии и документы не могут найти до сих пор. Хоть по документам архива Республики Казахстан Салимгирей Каратлеов родился в Гуриевском уезде Уральской области, но по информации, которая на устах у народа, он рожден в селе Елтай Индерского района. Про его деятельность написано в произведении Сакена Сифулина «Таржол Тайгах Кишунде». Активисты того времени превратили его дом в место собраний. Салимгирей вложил много труда в разделение границ казахской земли. Он был участником комиссии и смог отстоять участки земли на западе Казахстана, которые чуть было не отошли к Волгограду, северные районы, которые отошли бы к России, южные, которые забрал бы Узбекистан. Как можно охарактеризовать его? Он был принципиальным, обладал истинным мужским характером, присущим выходцам из западных регионов. До Октябрьской революции Салимгирей Карателеов, после окончания Маринской сельскохозяйственной школы, учился в Саратовском сельскохозяйственном институте. Февральское восстание в Царской России всколыхнуло все народы, которые были под властью империи. Образованные передовые представители казахской интеллигенции ставили своей целью сделать свой народ независимым. После февральского восстания в 1917 году, работая в Уральске, он участвовал в создании Временного областного казахского комитета. Сразу завоевал популярность среди народа своим трудолюбием, энергичностью. На областном съезде казахов Уральской области, прошедшем в апреле 1917 года, он был принят членом казахского комитета Уральской области. Участвовал в борьбе за замену бюрократической системы управления на народную, которая была принята решением съезда. На первом общеказахском съезде, прошедшем в июле 1917 года, стал кандидатом в депутаты на общероссийский курултай от Уральской области. Был членом областного земельного управления. Он содействовал в создании организации Алашурды на Западе, где он сам в это время работал. Был женат на Русской. В его доме собирались активисты Алашурды. Среди них был Идус Мухаммедов. Они испытывали гонения с двух сторон. С одной стороны, их преследовало советское правительство, а с другой стороны, бывшее правительство белогвардейцев. Активист Алашурды Карателеев был авторитетом среди народа. Был членом земельного комитета, созданного для решения острых земельных проблем между казахскими аулами и станциями. Активно поддерживал решение вопросов о земле через учредительное собрание. Дина Куспанова, Айбек Утемисов, Служба новостей.